Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. Здравствуйте! В студии Виктория Царева. Прямо сейчас мы расскажем о последних событиях в стране и в мире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Премьер-министр Бельгии Александр Декро объявил о своей отставке. Что стоит за этим решением через несколько минут? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проект муниципального бюджета Кишинева на этот год остается яблоком раздора между советниками ПДС в Монсовете и столичной мэрией. Утром в понедельник, когда представители мэрии на оперативном совещании объявляли о публичных консультациях по муниципальному бюджету, советники ПДС в ходе пресс-конференции представили альтернативный бюджет. Мы находимся уже во второй половине 2024 года, и у нас нет бюджета для людей, который бы в первую очередь решал их проблемы и удовлетворял запросы и нужды жителей Кишинева. Сейчас вашему вниманию представляем альтернативный бюджет, который мы вам обещали. Его должна была сделать вся мэрия, но сделали это мы. Мы руководствовались исключительно всеми положениями законодательства. Основные статьи бюджета, которые мы выбрали, это прежде всего дороги и транспорт. Здесь мы увеличили бюджеты в три раза. Мы сократили расходы на культурные программы, диаспору, протокол, отдых, но вместо этого мы выделили больше денег на молодежь и спорт. В свою очередь представители мэрии прокомментировали бюджет, представленный муниципальными советниками от партий действий «Солидарность», отметив, что он не соответствует положениям законодательства. Это непрофессиональный бюджет и не соответствует положениям законодательной базы в области государственных финансов, а именно положением закона 397.181.419.436, не соответствует положениям налогового кодекса и методичному комплексу разработки, утверждения и изменения бюджета. При этом при его создании не были учтены особенности разработки проекта в местных бюджетах. Представители муниципия также сообщили, что 30 мая проект мунт-бюджета на 2024 год был опубликован на сайте столичной мэрии. Этот проект будет обсуждаться до 14 июня. В то же время пройдут консультации, заседания в притурах и мэрии. Все заинтересованные стороны приглашаются к обсуждению этой темы. В то же время хочу представить основные показатели, которые легли в основу разработки данного проекта. Так, доходную часть исполнительная власть оценила на общую сумму в 7 миллиардов 564 миллиона леев, в том числе трансферты из госбюджета в размере 3 миллиарда 955 миллионов леев. Расходы 8 миллиардов 209 миллионов 600 тысяч леев и дефицит бюджета в размере 644 миллиарда 700 миллионов леев. Муниципалитет сообщает, что график процесса консультации будет размещен на официальном сайте мэрии Кишинева и призывает все заинтересованные стороны проанализировать проект бюджета и принять участие в консультациях. В столице начались ремонтные работы на бульваре Дичибау в секторе Ботаника. На завершающем этапе – восстановительные работы тротуаров. А сейчас ремонтируется проезжая часть, сообщают в мэрии Кишинева. Подготовка и асфальтирование таких крупных объектов, как бульвар Дичибал, продолжается. Это цель, которую запланировала администрация города, и этим руководствуемся уже два года. Была проведена работа по перераспределению пешеходных зон с учетом озелененных территорий и в том числе по созданию гармоничного ансамбля для движения пешеходов. Имеются в виду тротуары, прилегающие к тротуарам территории, и в том числе и зеленые зоны в непосредственной близости от дороги. Также начаты фрезерные работы и подготовка инфраструктуры для последующей укладки асфальтового слоя на этом бульваре. Одновременно на бульваре Дичибал модернизируют уличное освещение, а также обновят светофоры. В связи с этим уже начаны работы по проектированию дорожного движения, что позволит сохранить и развить выделенные полосы для общественного транспорта, а также создать необходимую инфраструктуру для обеспечения безопасности пешеходов, утверждают представители мэрии. В то же время на нескольких главных и второстепенных улицах продолжается ямочный ремонт. Параллельно проводятся работы по расширению проезжей части на пересечении улицы Калини-Каля-Археевую. Это укладка песка и гравия, а на текущей неделе начнутся работы по асфальтированию новой поворотной полосы. Услуги водоснабжения и канализации в муниципе Кишинев могут подорожать. Предприятие Апоканал Кишинел подало запрос на Национальное агентство по регулированию в энергетике с просьбой повысить тариф на воду и канализацию до 22 лев 22 банов за кубический метр. Рост составляет почти на 38%. Представители мэрии Кишинева утверждают, что речь идет лишь о корректировке тарифов. Запрос на корректировку тарифа, речь не идет о повышении тарифа, строго соответствует законодательной базе. Однако оператор обязан каждые полгода предоставлять все расчеты и все цифры по затратам, которые несет оператор, чтобы регулятор мог вмешаться, проверить эти цифры и решить, корректировать тариф или нет. Это обычная процедура. На вопрос журналистов о том, насколько может подорожать вода, Гутник уклонилась от ответа. Вы, наверное, все знаете, что самый низкий тариф на услуги водоснабжения и канализации в муниципе Кишинев Наре решит, насколько будет скорректирован тариф. Сейчас говорить о корректировке преждевременно возможен даже отказ. В настоящее время тарифы на воду и канализацию составляют 15 леев 30 банов для бытовых потребителей и 24 леев 46 банов для небытовых потребителей, которые были повышены на 43% в начале этого года. В следующем отопительном сезоне жители Кишинева смогут платить за тепло меньше. Компания «Термоэлектрика» обратилась в Национальное агентство по регулированию в энергетике с запросом о снижении тарифа. Соответствующую информацию нашему телеканалу подтвердила пресс-секретарь Наре Галина Сандуцца. Обращение в Наре предусматривает тариф в размере 1997 леев за гигакалории, что на 141 леев меньше нынешнего тарифа. Термоэлектрика мотивирует это снижением закупочной цены на природный газ. Наре опубликовала в понедельник на своем официальном сайте в разделе «Проекты, подлежащие общественным консультациям» запрос термоэлектрики относительно корректировки цен на производимую электроэнергию и поставляемую потребителям тепловую энергию. Запрос уже находится у специалистов агентства, которые его анализируют, а позже мы опубликуем проект решения на сайте Наре, который также будет подвергнут общественному обсуждению. На следующем этапе мы объявим публичное собрание, на котором члены совета директоров решат, какой будет окончательная цена. Это не первое снижение тарифов в этом году. В марте Наре одобрило цену в 2138 лев за гигакалорию, что представляет собой снижение на 636 лев по сравнению с предыдущим тарифом. Для потребителей севера страны утвержденный тариф составил 2245 лев за гигакалорию, что на 970 лев меньше прежнего. Информационная кампания в поддержку референдума продолжается. На этот раз представители правительства побывали в Камраде. По их словам, более 2000 местных жителей проинформировали о преимуществах вступления в ЕС, а также о важности референдума, который пройдет одновременно с осенними выборами. Очень рады, что команда волонтеров из кампании за референдум смогли приехать в Камрад. То, что мы увидели в Камраде, очень сильно меня лично удивило, потому что очень отзывчивые, очень открытые граждане муниципе Камрад. ГГУЗ имеет разные вопросы по поводу интеграции, плюсы, минусы, что делает правительство, как тратятся европейские фонды. То есть на все эти вопросы мы отвечаем. Помимо волонтеров кампании под названием Pentru.md, в ней также приняли участие представители президентуры, правительства и парламента. По словам Даниэла Воды, большинство местных жителей проявили открытость и желание получить информацию. Я считаю, что подробнее должны знать, а уже насчет участия это у каждого личное мнение. Люди видят, что творится и, как говорится, у каждого свое впечатление, мнение. Я считаю, в принципе, выражать свой голос, это очень важно в любой стране, особенно в демократической, правовой стране, как наша является Молдова. Поэтому, я думаю, каждый должен выйти и высказать свое мнение по этому поводу. Тудор Ульяновский, бывший министр иностранных дел и европейской интеграции, утверждает, что в Молдове ему не дали право на реплику. Это произошло после того, как Ульяновский был назван предателем своей родины за участие во встрече с оппозицией, организованной журналисткой Натальей Марарь. Выступая в программе «Семь дней» на нашем телеканале, политик подчеркнул, что на самом деле эта встреча была демонстрацией политической зрелости. Это был зрелый шаг принять приглашение к дискуссии с представителями оппозиции, а не формулировать общие позиции против кого-то. «Напротив, я не против Маясанду, я не против ПАС, я за Молдову». Но ясно, что сегодня необходимо создать здоровую проевропейскую альтернативу с возможностями экономического развития Молдовы, которая могла бы стать потенциальным партнером для правительства, если бы оно этого захотело. Ульяновский также отметил, что оппозиция на самом деле должна затрагивать различные темы и проводить такие встречи чаще. «Почему бы нам не провести зрелые дебаты с оппозицией, с которой мы находимся на другой волне, об экономике, о сельском хозяйстве, о здравоохранении, о том, почему иностранные компании покидают Молдову, почему люди уезжают из страны, почему зарплаты министров составляют 70 тысяч леев и выше, а зарплаты учителей очень низкие, а пенсии индексируются очень слабо». Тудор Ульяновский недавно объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах, которые состоятся 20 октября. Лидер непризнанной ПМР Вадим Красносельский считает заявление Игоря Дадона о письме в адрес Майя Санду с предложением Террасполя об объединении двух берегов Днестра инсинуациями. Лидер партии социалистов на полях Петербургского международного экономического форума дал интервью РИА Новости, в котором отметил, что Украина не напала на Приднестровский регион только из-за того, что Де Юра – это регион Республики Молдова. «Украина еще не напала на Приднестровье только потому, что Приднестровье де Юре в международном плане – часть Республики Молдова. Если Приднестровье было бы независимой, как они хотели в последние 25 лет, я говорил Красносельскому, когда мы встречались, будучи президентом, я ему говорил, что единственная гарантия безопасности для Приднестровья – это часть Молдовы. Он тогда настаивался на независимость. Вот два года назад он написал письмо Майя Санду «Давайте объединяться». «Давайте обсуждать, как мы будем объединяться политического регулирования». Ну, наконец-то осознали. Но если бы Приднестровье было бы независимой, непризнанной, то украинцы бы давно с начала СВО бы атаковали. В свою очередь, Вадим Красносельский в своем телеграм-канале подчеркнул, что Игорь Дадона либо вводит в заблуждение, либо экс-глава государства сознательно искажает суть обращения Красносельского к президенту Республики Молдова. Да, и действительно, ни разу письменное публично призывало руководство Молдову продолжить политический диалог. И только. Как ранее, так и впредь, Приднестровский народ и ее лидер едины во мнении о будущем Приднестровье. Это независимость и международное признание. Кроме того, лидер непризнанный ПМР посоветовал Игоре Дадону, цитата, «внимательнее относиться к содержанию и сути поступающих обращений». Напомним, в феврале прошлого года в Российском Минобороны сообщили об активизации вооруженных сил Украины на границе с Левобережьем Днестра. В комментарии для молдавских СМИ советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев поддерживает власти Молдовы и без консультации с ними и с представителями Евросоюза не станет предпринимать никаких действий. Решение Приднестровской проблемы принадлежит только молдавской стороне. Да юре молдавская сторона, если ей нужна поддержка, Украина должна обратиться к президенту Зеленскому. А он, в свою очередь, должен принять соответствующее решение. Еще раз повторяю, Украина не будет действовать без прямых консультаций с Республикой Молдова, Румынией и странами Европейского Союза. Напомним, что в 2022 году лидер непризнанный ПМР сообщил, что несколько раз направлял в адрес президента Майсанду письмо с призывом начать переговоры на высшем уровне о принципах преднестровского регулирования. Позже в интервью глава государства дала понять, что для диалога с Тирасполем есть бюро по реинтеграции. Популист с хаотичной деятельностью, основанной только на обещаниях. Так, политический эксперт и политолог Ян Лесневский характеризует портрет сегодняшнего политика. В программе «Семь дней» на нашем телеканале Лесневский выделил основные характеристики молдавских политических деятелей. Политик – довольно интересная фигура. Он популист, который дает в основном, а то и на 90% только обещания. Вся его работа хаотична, не основана на концепции. И этому есть объяснение. Политики в своей предвыборной спешке, каждый год проводя почти предвыборные кампании, и забыли, что когда они приходят в правительство, у них должен быть план, стратегия и команда. Без всего этого они, очевидно, ничего не смогут сделать. И хотя у некоторых политиков есть благие намерения и идеи, чаще всего после победы на выборах они не могут их реализовать, считает политолог. Лесневский упомянул в этом контексте о стремлении к европейской интеграции. Мы говорим о евроинтеграции уже 30 лет. А на самом деле за 30 лет мы так и не поняли, что это за концепция. Это не что-то особенное. Это высокий уровень экономики, развития. Нужно просто быть развитым государством, а не придумывать реформы, которых не существует. Наши политики этого не понимают. У нас в Молдове нет политиков. Общество голосует неохотно. Кроме того, по словам политолога, молдавское общество радикализировано, и голосование часто носит эмоциональный характер. Сейчас общество расколото, радикализировано. Если два года назад мы говорили о том, что каждая вторая семья ссорится из-за политиков, то сейчас мы говорим о том, что две из трех семей ссорятся из-за политики. Простые люди, живущие в тяжелых условиях, ссорятся из-за политиков, у которых все хорошо. Они в правительстве или они меняют правительство. Радикализация просто есть в обществе, и политики очень хорошо манипулируют этими вещами. Министр труда и социальной защиты объявила о значительном сокращении числа получателей пособия по безработице. По данным источника, за один год количество безработных, получающих социальную помощь, сократилось в 10 раз. И хотя власти утверждают, что это статистика – результат реформ, эксперты с этим не согласны. В апреле 2023 года социальную помощь получали 11 660 безработных. В мае 2024 года – 1479 безработных. Также в мае 2024 года мы помогли найти работу 1431 человеку. Реформы приносят свои плоды, мы работаем. С другой стороны, эксперты считают, что сокращение числа безработных на самом деле связано с массовой миграцией. Миграция носит массовый характер. Специалисты говорят о 100 тысячах, а практические цифры показывают, что через 3-5 лет в Республике Молдова останется меньше половины трудоспособных граждан. Те, кто может работать, уже сейчас находятся за границей. Отвечая на вопрос о том, какие проблемы наиболее остро стоят перед молдаванами, Ян Лесневский ответил, что первые места занимают бедность и отсутствие работы. На первом месте – бедность, на втором – рабочие места, на третьем – проблемы, связанные с образованием и медициной. Вопросы безопасности и политики находятся практически на последнем месте, и мы не знаем, почему начинаем решать проблемы, находящиеся в конце очереди, то есть непрофильные проблемы. Мы пытаемся лечить симптомы, а не болезнь. Внимание водителей! С 10 июня по 8 июля на бульваре Дичебал на участке между проспектом Юрия Гагарина и Николая Титулеску временно приостановлено дорожное движение. Мера связана с проведением работ по восстановлению асфальтового покрытия. Водители призывают проявлять терпение и следовать правилам. О других событиях в рубрике «Короткой строкой». Технический университет Молдовы в июне этого года вошел в число лучших университетов мира по версии престижного рейтинга Ruhr World University Rankings. Согласно пресс-релизу, учебное заведение заняло 921 место после оценки в общей сложности более 1200 лучших высших учебных заведений мира. Вузы, вошедшие в рейтинг, оценивались по 20 показателям. Министр энергетики Виктор Парликов вместе с послом Болгарии в Молдове Майи Добревой побывали в Твардице, где посетили молодой лес, засаженный в рамках проекта облесения деградированных земель при поддержке посольства и профильного министерства. Облесение южных районов, по словам Парликова, является как одной из мер по сближению с европространством, так и направлено на улучшение качества жизни граждан на юге. Всего в рамках проекта в Твардице было засажено 56 850 деревьев на 12 гектарах земель. Министр внутренних дел Адрианов Рос провел встречу с делегацией Всемирного банка во главе с региональным директором по устойчивому развитию в Европе и Центральной Азии Самыхом Нагибом Вахбой. В ходе встречи стороны обсудили текущую помощь, оказываемую Всемирным банком МВД и будущие совместные проекты. Еще одной темой стала финансовая поддержка, выделенная Всемирным банком для укрепления потенциала гражданской защиты и повышения устойчивости служб экстренной помощи в стране. Обсуждался также другой грант, направленный на поддержку беженцев и принимающих сообществ в Молдове. С 3 по 9 июня поступления таможенной службы в государственный бюджет составили более 782 миллионов леев, что составляет выполнение контрольного показателя за отчетный период в размере 104%. Также за минувшую неделю было оформлено 12 280 таможенных деклараций. Поток транспортных средств составил 60 276 пересечений. С начала года ведомство перечислило в госбюджет около 15 миллиардов 480 миллионов леев. Неделя начинается с небольшого снижения цен на бензин и дизельное топливо, сообщает Национальное агентство по регулированию в энергетике. Так, 11 июня литр бензина подешевеет на 6 банов и будет стоить 24 лет 26 банов. Дизельное топливо потеряет в цене 3 бана и будет заливаться на АЗС по 20 леев 35 банов за литр. Почти 50 обысков и 10 подозреваемых по коррупционным делам. Также был наложен арест на некоторые активы. Такие данные представили в Национальном антикоррупционном центре за прошедшую неделю. Речь идет о документировании коррупционной схемы с участием некоторых сотрудников государственной налоговой службы. Два человека были задержаны после обысков в их рабочих кабинетах. В одном случае один из задержанных был освобожден прокурором после предъявления обвинения. В другом суд выдал ордер на домашний арест на 30 дней. Также расследуется схема, в которой 6 человек подозреваются в организации процесса восстановления молдавского гражданства в обход юридических процедур. Информация об этом деле была получена от Агентства государственных услуг. Также на прошлой неделе Агентство по возврату имущества, добытого преступным путем, изъяло активы на сумму более 80 тысяч леев, включая транспортное средство, изъятое в рамках уголовного дела, возбужденного органом уголовного преследования НАЦ по факту пассивной коррупции. За отчетный период суд подтвердил арест, наложенный ранее на активы на сумму 40 тысяч леев. Кроме того, в агентстве распорядились заморозить сумму в размере более 41 тысячи евро с трех банковских счетов. Что касается предотвращения коррупции, специализированное управление сообщает о награждении шести частных компаний трофеем неподкупности, организации шести антикоррупционных тренингов для 200 государственных служащих и завершении 18 антикоррупционных экспертных заключений. Аналитическое управление завершило два оперативных анализа и инициировало два других исследования. В процессе подготовки находится 96 аналитических обзоров. На национальную горячую линию по вопросам противодействия коррупции поступило 37 звонков. В канцелярии НАЦ зарегистрировано 1300 материалов и выдано 147 сертификатов о добросовестности. Патрульные и полицейские продолжают следить за ситуацией на дорогах страны. Так, за минувшие выходные почти 4 тысячи водителей нарушили ПДД. Полиция вновь призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила и не подвергать опасности свою и чужие жизни. 2442 автовладельца превысили скоростной режим. 33 водителя сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. 592 не соблюдали дорожные знаки. 162 водителя не пристегнули ремни безопасности. 596 остановили транспортное средство в неположенном месте. 135 водителей не прошли технический осмотр. Пограничная полиция Республики Молдова исполнилась 32 года. По этому случаю в понедельник рано утром сотрудники учреждения возложили цветы к памятнику Штефану Челмаре. Глава ведомства Руслан Галушка направил поздравительное послание сотрудникам погранполиции, пожелав успехов и самореализации как в профессиональном, так и в личном плане. По случаю празднования 32-летия со дня основания глава учреждения подчеркнул, что День пограничной полиции – это возможность подвести итоги достигнутых успехов и подтвердить приверженность пограничной безопасности Республики Молдова. В то же время Руслан Галушка заявил, что цифровизация процессов внутри ведомства позволит сотрудникам быть более эффективными и оперативно реагировать на вызовы. В эти трудные времена ваша роль становится еще более важной. Вы те, кто следит за безопасностью общества, следит за соблюдением закона и предотвращением любых угроз. С праздником все поколения пограничников! Давайте всегда оставаться едиными и решительными в миссии по обеспечению безопасности границ Республики Молдова. Сотрудники учреждения сняли видеоролик, в котором подчеркнули роль пограничной полиции в обеспечении безопасности Республики Молдова. Кто мы? Защитники наших ценностей и традиций, те, кто день и ночь следит за вами, блюстители свободы и порядка на государственной границе. Команда, объединившаяся ради общего идеала, первая, кто отвечает на зов долга, сильная рука пограничной безопасности. Поздравили сотрудников погранполиции и представители таможенной службы, подчеркнув, что ценят сотрудничество и партнерство, установленное между двумя учреждениями. Руководство таможенной службы и ее сотрудники передают сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю 32-й годовщины основания пограничной полиции. Мы уверены, что и в будущем мы будем укреплять совместные усилия по обеспечению безопасности границ и безопасности граждан. Также в пресс-релизе представители пограничной полиции подчеркнули, что 10 и 11 июня в Кишиневе на территории сектора пограничной полиции «Тудора-1» будет организовано несколько праздничных мероприятий, посвященных профессиональному празднику. Мы прервемся на короткую рекламу, после которой продолжим выпуск. Европейская народная партия с большим отрывом победила на выборах в Европейский парламент. Первые предварительные результаты плебисцита озвучены в пресс-службе главного законодательного органа ЕС в Брюсселе. Несмотря на большую популярность правых партий в странах ЕС, правоевропейские силы смогли удержать избирателей. По первым предварительным данным, Европейская народная партия, единым кандидатом от которой на пост президента Еврокомиссии выступила ее действующая глава Урсула фон дер Лейн, заняла первое место на выборах в Европарламент. Сразу же после объявления итогов она заявила о намерении создать абсолютное большинство в Европарламенте. «Я всегда говорила, что хочу создать подавляющее большинство для сильной Европы. В своем первом мандате я продемонстрировала, чего может достичь сильная Европа. Моя цель – продолжать идти по этому пути с теми, кто настроен проевропейский». По предварительным данным, Европейская народная партия получила 181 место с результатом в 135 мест, второе место у социалистов и демократов, третье место у партии «Обновляя Европу», две правые фракции идентичности, демократии, консерваторы и реформисты заняли четвертое и пятое места. Они усилили свои позиции и получают вместе 133 из 720 кресел в новом Европарламенте. Доля правых фракций в нем почти на 2% больше от предыдущего состава. Однако еще 51 место получат депутаты, не входящие ни в какие фракции. Европейцы проголосовали, и крупнейшие в мире транснациональные и демократические выборы завершены. Первый прогноз по распределению мест в следующем Европарламенте уже готов, но результаты голосования все еще должны быть сертифицированы и подтверждены. И этот процесс займет некоторое время. Но это первая реалистичная картина десятого созыва Европейского парламента. Соцопросы показали, что основные проблемы, волновавшие избирателей на этих выборах, это миграция, климат, сельское хозяйство, торговля и новые технологии. Явка в целом по Евросоюзу составила 51%. Прошедшие выборы в Европарламент оказали огромное и непосредственное влияние на внутреннюю политику Франции. Потерпев тяжелое поражение от крайне правой партии национальное объединение, президент Эммануэль Макрон заявил, что распускает национальное собрание и объявил досрочные выборы. Теперь у президента будет около 20 дней, чтобы попытаться получить большинство мест во французском парламенте на предстоящих выборах в законодательные органы, которые пройдут 30 июня и 7 июля. Это серьезное и тяжелое решение, но прежде всего это акт доверия. Доверие к вам, мои дорогие соответственники, к способности французского народа сделать справедливый выбор для себя и для будущих поколений. Выступая перед своими сторонниками, основатель национального объединения Марин Лепен приветствовала решение Макрона, заявив, что ее партия представляет основную силу перемен во Франции. «Мы готовы взять власть в свои руки, если французский народ окажет нам доверие на будущих выборах в законодательные органы. Мы готовы перевернуть страницу, готовы защитить интересы французов, готовы положить конец массовой эмиграции, готовы сделать покупательную способность французов приоритетом». В Германии самой густонаселенной стране въезд социал-демократическая партия канцлера Олафа Шольца заняла лишь третье место, она набрала 14% голосов, что является историческим минимумом. Правый популист из альтернативы для Германии на втором месте, а победу одержал блок христианско-демократического и христианско-социального союзов. Он набрал почти 30% голосов. Оппозиция Германии призвала Шольца поставить вопрос, а вот у медоверия его правительству. «Мы все боролись за лучший результат. К сожалению, у нас не получилось. Мы проанализируем, в чем была причина. Сегодня вечером не время и не место для этого. Я разочарована результатами, но уверена, что мы, как партия, сможем восстановить свои позиции». По прогнозам экспертов, высокие результаты на выборах ультраправых, националистов и евроскептиков могут переформатировать альянсы в парламенте и кардинально изменить будущее всего Евросоюза. Премьер-министр Бельгии Александр Декроу объявил об отставке. Его партия потерпела сокрушительное поражение на парламентских выборах. Они проходили одновременно с выборами в Европарламент. По итогам голосования партия премьера открытые фламандские либералы и демократы получила меньше 7% голосов. Она проиграла даже в избирательном округе самого главы правительства в Восточной Фландрии. Известная своей антимиграционной риторикой ультраправая партия «Фламандский интерес», которой социологи прочили победу, тем не менее заняла второе место, набрав 17,5%. Главной политической силой в стране стала умеренно правая партия «Новый фламандский альянс» с 22% голосов. «Сегодня важно дать Фландрии другое направление. Бельгия – это прошлое, Фландрия – это будущее. Фламандскому народу нужно новое правительство, фламандское и правое». Аналитики полагают, что за выборами в стране, разделенной в силу языковых и иных особенностей на три региона, последуют сложные и долгие переговоры о формировании правительства. До сих пор левые и правые Бельгии исследовали практики санитарного кордона, объединялись в коалиции с тем, чтобы не допустить фламандский интерес к власти». Премьер-министр Дани отменила предвыборные мероприятия в своей стране накануне старта голосования в Европарламент. Метте Фредериксон пришлось пройти медицинское обследование. Ранее сообщалось, что на главу датского правительства во время прогулки напал мужчина. Его успели задержать. По данным полиции, им оказался 39-летний гражданин Польши. Нападавший во время инцидента находился под воздействием наркотических веществ и алкоголя. Нарендра Моди официально избран премьер-министром Индии на третий срок подряд. Соответствующее решение посредством голосования принял победивший на всеобщих выборах в парламент Национально-демократический альянс. Сама партия Моди, стоявшая во главе альянса, набрала 240 из 543 мест в Нижней Палате, что меньше для победы посредством относительного большинства. Новое правительство Индии будет коалиционным. 73-летнему премьеру единолично возглавляющему правительство страны с 2014 года теперь придется считаться с мнением своих союзников. Ожидается, что правящая партия сохранит за собой четыре ключевых министерства иностранных дел, обороны, внутренних дел и финансов. Ключевым моментом предвыборной кампании Моди стало обещание вывести индийскую экономику на третью строчку по объему ВВП. Сейчас Индия занимает пятое место в глобальном рейтинге. Генеральная ассамблея ООН избрала в Совет Безопасности пять новых членов на очередной двухлетний срок, который начнется 1 января 2025 года. В список вошли Дания, Греция, Пакистан, Панама и Сомали. Я поздравляю государства, которые только что были избраны членами Совета Безопасности и благодарю тех, кто подсчитывал голоса за их помощь на этих выборах. Совет Безопасности состоит из 15 членов. Это единственный орган ООН, который может принимать юридически обязывающие решения, так же, как введение санкций и применение военной силы. В его состав входят пять постоянных членов, обладающих правом ВЕТА, Великобритания, Китай, Франция, Россия и США. Остальные 10 членов избираются, причем по пять каждый год. Дания, Греция, Пакистан, Панама и Сомали заменят Эквадор, Японию, Мальту, Швейцарию и Мозамбик. Для обеспечения географического представительства места распределяются между региональными группами. Но даже если кандидаты баллотируются от своей группы без конкурентов, им все равно необходимо заручиться поддержкой более двух третий членов Генеральной Ассамблеи. В этот раз Дания получила 184 голоса, Греция и Пакистан по 182, Панама 183 и Сомали 179 голосов. Израильская армия опубликовала кадры, на которых, как сообщается, видна миссия по спасению четырех заложников. Операция проходила в условиях сильного обстрела. На подписи к видео указано, что боевая группа парашютно-разведывательного подразделения возглавила спасение, при этом уничтожив террористов. Также участвовали спецназ, военные, разведка и авиация. Спасенных захватили во время музыкального фестиваля 7 октября. Это 25-летняя Нуар Гамани, 40-летний Шломи Зив, 21-летний Альмок Меир и 27-летний россиянин Андрей Козлов. Их состояние военно оценили как нормальное и доставили в больницу на обследование. Я была так взволнована, так рада его видеть. Мы вместе плакали и обнимались. Я так долго ждала этого момента, очень долго, и я рада, что все закончилось. В Газе остается около 120 израильских заложников. Сколько из них живы, неизвестно. Между тем, политик-центрист Бенни Ганс объявил об отставке с поста министра без портфеля в правительстве Нетаньяху. Он обвинил премьера в том, что тот не может представить четкий план достижения победы в военной операции в секторе Газа. К сожалению, Нетаньяху мешает нам продвинуться к истинной победе, оправдывая ту тяжелую цену, которую мы за это платим. Именно поэтому сегодня я покидаю чрезвычайное правительство с тяжелым сердцем, но уверенно. Нетаньяху не комментировал решение Ганса. Между тем, его уход не скажется на позициях премьер-министра. Большинство в Кнесете Нетаньяху сформировал без сторонников Ганса. 59 вооруженных конфликтов зарегистрировали в прошлом году по всему миру. Это рекордный показатель за всю историю наблюдений, сообщают шведские исследователи. По данным ООН, из-за вооруженных конфликтов в 2023-м погибли больше 33 тысяч гражданских лиц. Показатель на 72% выше, чем годом ранее. Зонами конфликтов назвали Судан, Конго, Мьянму, Нигерию, сектор Газа и Сирию. Предыдущие пики пришлись на 2020 и 2022 годы. Тогда было по 56 военных операций. Отдельно в отчете эксперты указали и негосударственные конфликты. В прошлом году их насчитали 75. Преимущественно они наблюдаются в странах Латинской Америки, где насилие концентрируется в городах и на основных маршрутах наркотрафиком. В Германии борются с последствиями наводнения. Страховые компании оценили ущерб от стихии в 100 миллионов евро. Однако подчеркивают, что сумма не окончательная. Сильнее всего пострадали Бавария и Баден-Вюртемберг. Там сильные дожди привели к серьезным последствиям. Не обошлось без жертв. Затопленные улицы, разрушенные дома и тысячи эвакуированных жителей. Сильнейшее наводнение обрушилось на юг Германии. В городах Регенсбург и Пасау объявили чрезвычайное положение. Стихия унесла по меньшей мере жизни шестерых человек. Глубоко в моем сердце страх. Я переживаю за своих родственников, которые живут в Пасау. Прогнозы не такие точные, как хотелось бы. Так что вода подымается и подымается, но вводятся меры предосторожности. Большая вода уничтожила и урожай фермеров. Особенно пострадали зерновые, кукурузные, картофельные поля. Союз фермеров сообщает, ущерб сельскохозяйственным культурам нанесен колоссальный. Некоторые хозяйства уже несколько дней находятся под водой. В целом ее уровень начал снижаться. В некоторых районах службы приступили к расчистке. Тем не менее, ситуация остается напряженной. В любом случае мы многому научились с предыдущих наводнений, потому что в 2013 году уровень воды был намного выше. И многое было подготовлено. Это можно увидеть, к примеру, потому, как обезопасили витрины магазинов. Проливные дожди вызвали мощное наводнение на юго-востоке Австрии. Под ударом стихии оказался город Грац, второй после Вены по населению. Потоки воды смыли десятки машин, заблокировано движение по федеральной трассе. Затопило и железную дорогу. Сообщается о перебоях с электроснабжением. Местные власти опасаются, что уровень воды продолжит подыматься. В целях безопасности приостановлено судоходство на одной из рек. Британского телеведущего Майкла Мосли нашли мертвым на склоне каменистого холма на греческом острове Сими. Его тело доставили на Родос. Мужчина пропал без вести 5 июня после того, как в одиночку отправился на короткую прогулку. На следующее утро жена заявила об его исчезновении. Журналисты разыскивали полиция, береговая охрана и волонтеры. Задействовали дрон, вертолет и собаки-щеек. В итоге тело заметили с моря. После осмотра полицейские не смогли назвать предположительную причину смерти, однако криминальную составляющую исключили. Что именно произошло, выявят в ходе экспертиз. Женатель ведущего считает, что он выбрал слишком трудный маршрут и, возможно, потерял сознание, после чего упал со склона. С начала июня здесь стоит сильная жара. Мосли было 67 лет. Он известен как ведущий многочисленных программ на BBC, включая сериал «Доверься мне, я доктор». Журналист также вел колонку в газете Daily Mail. За пределами Великобритании стал известен благодаря своей книге «Быстрая диета», которую написал в соавторстве с журналисткой Мими Спенсер. У Молси с супругой четверо взрослых детей. Три человека погибли, еще 16 пострадали в результате обрушения балкона ночного клуба в Мексике. Гости заведения упали на асфальт с третьего этажа. По данной местной полиции, хрупкая конструкция не выдержала их веса. Сообщается, что в день инцидента в этом заведении проходил концерт популярного музыканта, из-за чего в помещении собралось очень много посетителей. В Канаде загорелся Boeing 777. Инцидент произошел при взлете в аэропорту Торонто. Двигатель лайнера начал искриться, а затем оттуда вырвались вспышки огня, в результате чего хвостовая часть оказалась охваченной пламенем. Самолет, на борту которого находились 389 пассажиров, развернулся и совершил вынужденную посадку. Никто не пострадал. Пять Олимпийских колец установили на Эйфелевой башне в преддверии летних Олимпийских игр. Первой на ее фоне сфотографировалась мэр Парижа Анни Идальго. Вся конструкция размером 29 на 15 метров весит 30 тонн. Символ Олимпиады изготовлен из переработанной стали. Дизайн проекта занял два года, а на создании самих колец около восьми месяцев. Конструкция повернута в сторону реки Сены, где и состоится церемония открытия соревнований. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Испанка Лаура Гарсия Корол упустила бронзовую медаль на чемпионате Европы по легкой атлетике в спортивной ходьбе на дистанции 20 километров из-за того, что слишком рано начала праздновать победу. Подходя к финишу, она успела даже повязать испанский флаг на шее, смеялась и победно вскидывала руки. Но не заметила украинку, которая успела ее обогнать. Золотую медаль завоевала итальянка с результатом 1 час 28 минут и 8 секунд. На этом выпуск завершен. Далее не пропустите премьеру телесериала «Галка». Всего доброго и до встречи в эфире. Вы посмотрели информационную программу, предназначенную в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. «Галка».